Здравствуйте! Давайте сегодня пожарим пирожки из моментального дрожжевого теста. Удивительное тесто, в котором не нужно ждать ни опары, ни когда оно поднимется. Готовится буквально вот все на глазах и очень быстро. Итак, это тесто для тех, у кого дома нет ни кефира, ни яиц, а хочется чего-нибудь вкусненького испечь. Берем 500 мл теплой водички, добавляем в нее чайную ложечку соли, столовую ложку сахара. Все размешиваем и всыпаем сверху 640 грамм муки. На муку высыпаем 11 грамм дрожжей и опять все перемешиваем. А теперь смотрим на консистенцию теста. И потихонечку еще добавляем муки, чтобы оно у нас стало погуще, ближе к дрожжевому. И вот на этом этапе добавляем 100 мл подсолнечного масла. А теперь вымешиваем тесто на столе. Нам нужно, чтобы масло полностью вмешалось. А сейчас берем, делаем из теста комочки и оставим их отдыхать, пока будем заниматься начинкой. Начинка для пирогов у нас будет рис с яйцами и маслом. Берем где-то грамм 250 риса и добавляем туда рубленые яйца. Рис, конечно же, должен быть отварной. Перемешаем и вливаем маслице. Масло даст сочность нашей начинки. Масло берем сливочное. Растопите его предварительно. Можно слегка подсолить начинку. И все, лепим пирожки. Смотрите, тесто можно раскатывать, а можно вот так просто ручками его сделать в лепешечку. Залепляем краешки. И жарим на сковородке. На сковородочку с маслом отправляем жариться пирожки швом вниз. Смотрите, пирожки растут прям как на дрожжах. А они не прям, а на дрожжах. Переворачиваем их на вторую сторону. И обжариваем минут 5 на второй стороне. Вот и все. Смотрите, через 5 минут и вторая сторона готова. Вынимаем эту порцию и жарим следующую. Вот видите, сколько пирожков получилось из одной порции такого теста. Ну что, пришло время попробовать. Смотрите, хоть мы не ждали ни опары, ни когда тесто поднимется, оно поднялось прекрасно само на сковороде. Сейчас я попробую. Пирожки получились просто пушистые, воздушные. Не знаю, такие вот мягкие, нежные бы я даже сказала. Замечательный результат. Особенно если учесть, что все это делалось очень быстро. Без молока, без кефира, без яиц. То есть, если у кого-то нет хлеба и нет кефира, как писали мне до этого, то можете взять воду, дрожжи, муку, и у вас получится замечательная вот такая вот гора пирожков. Кому понравилось это видео, ставим лайки. Подписываемся на канал. Приятного вам аппетита и пока! Субтитры сделал DimaTorzok